Сильная слабость, и ноги подкашивались, и меня реально вот так, просто вот так, немножко так качало. Ну, это все, слава Богу. Сегодня уже я почти здоров, не, здоров во имя Иисуса. И сегодня поэтому я подольше, если можно, да, чуть-чуть, ну, может быть, 30-40 минут я задержу ваше внимание. Но я постараюсь, чтобы было интересно. Тема моей сегодняшней проповеди – планирование только после тестирования. Это вот сегодня ночью буквально получил, общался с Иисусом. Была прекрасная ночь у меня в 5 утра. И я очень благодарен Господу за это свежее откровение. И я хотел бы просто привести такие примеры. Что такое вообще тестирование? Я не собираюсь никого сегодня тестировать. Но все-таки я прочитаю то, что написано в Википедии. Тестирование. Метод психологической диагностики, использующий стандартизированные вопросы, задачи, тесты, имеющие определенную шкалу значений, применяется для стандартизированного измерения индивидуальных различий. Существуют три основные сферы тестирования. А. Это образовательная сфера в связи с увеличением продолжительности обучения и усложнением учебных программ. Б. Профессиональная подготовка и отбор в связи с увеличением темпа, роста и усложнения производства. В. Психологическое консультирование в связи с ускорением социально-динамических процессов. Тестирование позволяет с известной вероятностью определить актуальные уровни развития у индивида, необходимые навыки, знания, личностные характеристики. Ну, если говорить на простом языке, то тестирование – это очень просто. Тестов в этом мире хватает. Их очень много на самом деле. Ну, я работал в психонерологическом диспансере, как брать-психиатр. Самый известный тест, который мы применяли, я до сих пор им владею, это знаменитый тест Люшера, там с цветами, какой цвет тебе больше нравится, с фигурками. И этот тест он определял, конечно, психологическое консультирование о том, что поставить диагноз. Кстати, хочу сказать о том, что психолог не имеет права ставить там свои какие-то диагнозы, он только дает какие-то данные нам, докторам, а врач уже может поставить окончательный диагноз. Ну, слава богу, что я этим уже не страдаю, это уже все в моем прошлом, никому диагнозы я не ставлю. Но я бы хотел о чем сегодня поразмышлять. Тестирование, имеет ли оно место в Библии, Священном Писании, как вы думаете? Хотели бы вы, чтобы вас тестировали или чтобы вас проводили через какие-то тесты? Я хочу так поделиться, что когда я работал в психонерологическом диспансере, когда я был еще студентом, врачом-интерном, когда проходил практику, мы проходили много разных сложных тестов, нас тестировали, потому что, чтобы допустить тебя к работе врача-психиатра, ну, нужно, чтобы ты тоже был как бы нормальным, да? Потому что, ну, если какой-нибудь маньяк там просочится, там, и будет все диагнозы там ставить, не всем это понравится. И мне всегда было немножко так страшновато проходить эти тесты, потому что, ну, там, ну, что-нибудь у тебя обнаружат там еще, что, о чем я даже не догадывался, да? Или шизуху тебе поставят, или там маниакально-депрессивный психоз, или депрессия, или панические атаки. И вот как-то вот так. Ну, слава богу, прошел все тесты нормальные, вот, допустили к работе. Но все-таки не всем это приятно, проходить тестирование. Не всем приятно, когда ставится какой-то диагноз, определяется какой-то уровень. Я бы хотел сказать свою мысль о том, что в моем представлении тестирование в этом мире, оно помогает системе усвоить какого-либо человека, понимаете? Ну, то есть, подставить под саму себя, и потом, чтобы его эффективно отработать, использовать. И потом выплюнуть куда-нибудь там, или на инвалидность, или на пенсию, когда человек полностью, целиком отработан. То есть, тестирование помогает человеку в большей мере изучить его, исследовать, где его слабые стороны, где его сильные, для того, чтобы эффективнее его использовать. Наш бог, Господь Иисус Христос, он так не работает. Иисус точно никому не ставит диагноз. Аминь или не аминь? Потому что он врач, и он лучший врач. Он тот врач, который может мгновенно, там, ну, в этом мире, например, распространена поговорка «Горбатого могилы исправят», да? Ну, только могила. Ну, с одной стороны, мир прав, потому что в мире чудес не происходят. Но Иисус исцеляет горбатую женщину, у которой был там кифоскалиоз в последней стадии, да? Она вот так, ну, вот так, она не могла разогнуться. Одним прикосновением эта горбатая бабушка, она становится абсолютно прямой. Слава Иисусу! И вы знаете, на самом деле Иисус Христос одним только взглядом может тебя вот так просканировать и сказать. Ну, я могу просто привести такие примеры, что, например, приходили фарисеи, и, конечно, они, если их проводили по каким-то своим фарисейским тестам, да, или по саддукейским тестам, они, конечно, были там на самом высшем уровне, они гордились своими знаниями, то, что у них была очень мощная, высокая фарисейская IQ, да? Ну, очень высокая, и они этим гордились, потому что что? Знания, они что делают? Они надмивают человека. Поэтому, когда они пришли такие гордые, такие важные, кто тут такой, тут какой-то учитель, да, какой-то Иисус Христос? То есть, а Иисус Христос им выдает, то есть, он на них посмотрел только взглядом и говорит, вы гробы окрашены, помните, да, это место? Вы просто вот там. Глазами Иисуса, глазами Бога, это люди, которые были абсолютно в Его глазах, они были мертвые. Но некоторые из фарисеев что сделали? Покаялись и стали живыми учениками Иисуса Христа. Слава Иисусу! То есть, Иисус Христос, Он может, конечно, тебя вот так просто просканировать, посмотреть. Например, Он встречает богатого юношу, разговаривает с ним немного и говорит. Мгновенно говорит. То есть, Ему не надо, Иисусу не надо проводить какое-то тестирование. Иисус только посмотрел и говорит этому юношу, недалеко ты от Царствия Небесного. Помните это место? Мгновенно сказал. Кто вот обладает таким даром? Я думаю, только Бог. Бог видит наши мысли, Бог видит наши сердца, и Он смотрит на нашу внутреннюю сущность, не на внешнее. Аминь. Недалеко ты от Царства Небесного, ну, одного тебе только не хватает. Юноша говорит. Я вообще с детства был наставлен, я такой вообще хороший, такой благословенный, такой прекрасный. Чего мне не хватает? Ты, говорит, свое богатство, имение продай, а все деньги раздай нищим. Приходи сюда и следуй за мной. И все. И что юноша? А юноша имел очень большое имение, он был очень богатым. И он оттуда шел в сторону и опечалился, потому что трудно войти богатому в Царство Небесное. Аминь. Но все равно у этого юноши был шанс. Я не знаю, там Библия, конечно, это не описывает, но Бог всегда ставит человека перед конкретным выбором. О том, что, ну, пожалуйста, сделай вот это, следуй за мной, становись моим учеником, живи вечно, радуйся, будь счастливым, будь блаженным. Не хочешь, не надо. Никто тебя насильно тащить туда не будет, в Царство Небесное. Аминь или не аминь. Слава нашему Богу. Я хотел бы сегодня предложить вам такой библейский тест, который, кстати, очень такой, ну, только Бог так делает. Бог никому ничего не навязывает, Бог не ставит никому никакие ярлыки. Этот тест настолько гибкий, что ты можешь переходить из одного состояния, как перетекать, как ртуть, быть и таким, и другим, но все-таки Богу бы хотелось что-то другое. Тест библейский, он говорит о том, что Библия очень четко проводит нас по трем таким параметрам. То есть Библия говорит, Новый Завет говорит о том, что человек может быть в представлении Бога каким? Первую категорию, которую хочу привести, душевным. То есть человек может быть душевным. Давайте открою первое место, и это написано в послании, в первом послании Коринфяна во второй главе, 14 стих. Написано так. Душевный человек не принимает от Духа Божия, потому что он почитает от безумия и не может разуметь, потому что осем надобно судить как духовно. Аминь или нет. Вы разговариваете со мной, потому что я иногда думаю, что может быть просто с открытыми глазами спите. Я думаю, вы меня слышите вообще. Поэтому я хотел бы все-таки в качестве диалога. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, почитает это безумие. Вот кто-то может приходить к нам на собрание, ходить годами, говорить, этот проповедник, он постоянно несет какую-то безумную, какую-то вот такую мишуру, которую вообще, кто это вообще может понимать? И сидит и думает, ну вот просто безумие, очередное безумие, ну вот просто бред какая, ну просто бредятина какая-то. Я этого не понимаю и понять вообще не могу. Как вообще это можно? Это в Библии написано такое. Это признак того, что этот человек душевный. И это не оскорбление, потому что душевный мгновенно может что? Мгновенно может стать каким человеком? Абсолютно духовным. То есть ему нужно просто покаяться, попросить у Бога крещение Духом Святым, принять от Духа Святого, и стать духовным человеком. Ну то есть это не ярлык, ни в коем случае. Еще одно место подтверждения, которое хочу открыть, написано в послании Иуды. Не Иуды из Криота, конечно. Среди учеников Иисуса Христа было два Иуды. Вот это его послание второго. Первая глава, 17 стиха. Мы можем прочитать. Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа? Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры. Душевные, не имеющие что? Не имеющие Духа. То есть душевный человек, это просто мирской человек, светский человек, который живет в этом мире, его все устраивает, у него все есть, но Духа Святого он не имеет. В представлении Иисуса Христа этот человек, к сожалению, мертвый человек, потому что он не имеет Духа. Ну это как собака. Собака тоже имеет Душу, но что у собаки нет? У собаки нет Духа. Она не может молиться. Нет у нее такого рефлекса. Встать на колени или сложить как-то лапки и начать вот так. Ну на Луну воет периодически, но это не молитва, это просто какая-то печаль, тоска. Дальше. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие Духа. Пойдемте дальше. Б. Категория Б. Какие еще люди бывают по Библии? В Библии описаны очень четко плоские. Кто такие плоские? И опять же, в первом послании к Оринфинам мы можем прочитать послание апостола Павла. Так, сейчас, секундочку. Первое послание к Оринфинам, третья глава, с первого стиха, апостол пишет, «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плоскими, как с младенцами во Христе». То есть апостол Павел тоже четко определял, с кем он разговаривает вообще. Духовными их не назовешь, они куда-то скатились. То есть здесь мы можем видеть такую градацию, если будем внимательны. Плоский человек может в один какой-то момент стать абсолютно духовным. Духовный человек может в какой-то момент скатиться и стать плоским человеком. Душевный человек может возродиться свыше, стать духовным человеком и так далее и тому подобное. То есть из любой категории ты можешь вот так просто варьировать. Все зависит от твоей ревности, от твоего желания, от твоей жажды по Богу. И мы сегодня на это акцентируем внимание, потому что это очень важно. Почему это очень важно? Потому что тема моей сегодняшней проповеди, мы все сегодня планируем. Планируем так или так, строим какие-то планы. Я хотел бы сказать о том, что вот по этой классификации планы могут быть плоские абсолютно, планы могут быть абсолютно душевные, не имеющие духа, и планы могут быть духовные. Вам это интересно знать? Потому что, может быть, если у тебя душевные планы, то для Бога они не имеют никакого значения, они мертвые просто. Если они плоские, то опять же, куда мы идем, да? Но если они духовные, значит, у меня все в порядке. Это, кстати, вот на ужинах происходит. Когда я периодически прихожу на ужины, на вечера бизнесменов-христиан, и мы там в конце в небесную канцелярию отдаем свои нужды. И в конечном итоге я вот отдавал, отдавал, и смотрю, так все быстро исполняется, так все быстро решается. Господь просто вот так все просто вот решил все проблемы. В конечном итоге, когда я пишу сейчас нужды, у меня только одни сплошные благодарности. Ну, спасибо, спасибо Бог за это, за это. Все есть, все есть. Ну, как-то так, даже вот так, ну, вот получается. Потому что вот по мере того, как мы Богу отдаем, вот какие-то свои желания, может быть, какие-то вот нужды, постепенно плоские они от нас отпадают, нужды остаются только духовные. И в основном это радость и благодарение. Еще одно место, которое я хотел бы привести по плоским, это написано в послании к римлянам, восьмая глава, с третьего стиха. С третьего стиха. Ну, давайте, что-то, а, вот все. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал сына своего в подобие плоти греховной. То есть, Писание в этом месте говорит о том, что Моисеев закон, Ветхий Завет, по причине того, что плоть его ослабила, ну, по бесконечным каким-то таким, ну, духа не было, да, не было возможности сопротивляться и в конечном итоге скатились на просто исполнение каких-то вожделений. Пытались по плоти исполнить закон Моисеев, который по плоти исполнить просто невозможно. То Бог послал сына своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти. Смотрите, как это важно. Библия нас призывает жить не по плоти, но по духу. Не иметь каких-то плоских планов, а иметь духовные планы. Ибо живущие по плоти, с 5 стиха, о плоском помышляют, а живущие по духу, о духовном. Помышление плоское, суть смерть, то есть к чему приводят плоские планы, помышление, мысли, желания, они приводят к смерти. Мы должны об этом знать. Помышление духовное, жизнь и мир. Потому что плоское помышление, суть вражда против Бога. Можете себе представить, когда в моей плоти, казалось бы, верующий человек, просто идут какие-то битвы. Вот плоть этого хочет, какие-то вожделения, какой-то комфорт, опять какого-то удобства. Это по Библии называется враждой против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Итак, братья, мы не должники плоти, так, потерял место. Какой стих? Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Не могут. И дальше с 12 стиха. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умершляете дела плоские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим, смотрите, как это важно. 14 стих. Ибо все, водимые Духом Божиим, только те, кто водится Духом Божиим, суть, по своей сущности, это и есть усыновленный в Сыне Божием Иисусе в Христе, суть Сыны Божьей. Слава нашему Богу. Это тоже очень важный стих. И здесь написано, апостол Павел описывает плоских. И здесь идет речь уже о христианах. То есть есть христианы плоские, христиане, есть христиане духовные. Если в моей жизни есть зависть, споры, какие-то разногласия, или я почитаю себя членом какой-то, знаете, большой человеческой динаминации, религиозного какого-то направления, говорю, я принадлежу вот к этому движению, вот этого человека, то на самом деле апостол Павел говорит, это плоскость, это плоский христианин. Потому что, вы знаете, здесь разделять очень просто. Есть система творения, есть система Творца. Система творения, она ведет к смерти, система Творца, она ведет к вечности. Потому что Творец вечный, Творение не вечно. Оно в конечном итоге разрушается. В системе творения всегда работают законы энтропии или саморазрушения. В системе Творца работают принципы вечности, любви, мира, бесконечного баланса и гармонии, где ничего не разрушается, ничего не умирает. Поэтому, если я себя отношу к какому-то движению какого-то человека, это движение рано или поздно умрет вместе с этим человеком. Аминь или не аминь? Если я приезжу к движению Бога, ну, в том плане, что или я отношу себя к членам церкви Иисуса Христа, то церковь Иисуса Христа, она не умирает, она вечная. Можете сказать аминь? Это так. Так Библия говорит. И поэтому, когда мы имеем какие-то ссоры, какие-то разногласия, это говорит всего лишь о нашей плоскости. Очень важно, чтобы это просто ушло от нас, как что-то ненужное, потому что духовному человеку это вообще неинтересно даже. Давайте мы прочитаем про духовного. Категория В. Духовный христианин. Первое послание Коринфяна. Вторая глава. И вот здесь апостол Павел очень мощно пишет. С третьего стиха. И был я у вас в немощи. И давайте отследим от этой мысли. Апостол Павел говорит. Я был у вас в немощи, в страхе, в великом трепете, слово мое и проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Смотрите, какое интересное считание. Пришел человек, и мы увидели, что он какой-то немощный, постоянно у него какое-то жало в оплоти, какая-то болезнь. Он живет в каких-то страхах, он живет в каком-то великом трепете. Но когда он проповедует или когда он говорит какие-то слова, эти слова работают, и происходит исцеление, какие-то пророчества, какие-то толкования, какие-то предупреждения от Бога. Жизнь приходит в словах, откровение приходит, свежее откровение. И паства, которая живет вот этими откровениями, словно сами лично научены получать откровение или помазание, как апостол Павел пишет в других посланиях. Говорит, впрочем, вы имеете помазание и знаете все. Так что не имейте нужны в учителях. Слышите меня, да? Потому что сам Дух Святой он научает вас. Вот это привилегия детей Божьих. Слава нашему Богу. И вот апостол Павел здесь очень четко отслеживает. Когда он пришел, он был слабый, немощный, в трепете, в страхах, но когда он проповедовал, люди видели, что это не человеческая сила. Можете сказать аминь? Которая сегодня исцеляет, который сегодня освобождает от наркотиков, от чего бы не было, от алкогольной зависимости, от блуда, от какой-то похоть, от каких-то желаний, делайте абсолютно свободным благословенным человеком и даруют тебе счастье из жизни и радость. Человек это может сделать? Нет. Вот это демонстрирует апостол Павел. Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. И смотрите, Библия отслеживает очень четко о том, что у мира есть своя мудрость. Для Бога эта мудрость все равно, что безумие. Божья мудрость, я думаю, все, каждый из нас проходил этот этап. Когда я первый раз пришел в церковь и начал ходить, посещать, я думал, о чем они проповедуют? Это невозможно слушать своими ушами. Ну просто глупости какие-то, ну просто паранойя, на самом деле иногда вот так. Но я сидел как врач, вот оценил, оценил. Но когда Дух Святой меня коснулся и в моей жизни начался мощный переворот, я понял, что это уже не человеческая какая-то мудрость. Это мудрость, сходящая свыше, которая, во-первых, то, что мирна написано. Помните, да? Мудрость свыше, которая приходит, она дарует тебе мир. И IQ, никакой IQ тебе не даст совершенного мира. Слышите меня? Если ты вот, ну на самом деле, там, двигаешься в каких-то таких направлениях, там раз, где-то сдал такой тест, получил высокое IQ и гордишься этим. О, ну, в сердце пустота. А Божия, Божия мудрость дает совершенный мир. Скажи Аминь. Мудрость же, мы проповедуем между совершенными, вот здесь имеется в виду мудрость Божия. Мудрость, мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем мудрость Божию, премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы, но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это духом своим. Смотрите, духовное соизмеряется с духовными. Другое место. Мы чуть пониже прочитаем. Мы можем это понимать только духом Божьим. Слово Божье мы можем читать только духом Божьим. Только Иисус Христос может открыть нам Священное Писание. Если ты не знаешь Иисуса Христа, Библия для тебя закрыта книга, Евангелие для тебя закрыта книга. Абсолютно непонятно. Ты никогда не поймешь книгу Библия, пока не получишь рождение свыше. Аминь. А нам Бог открыл это духом своим, ибо дух все пронесает и глубины Божьи. Ибо кто из человека знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме духа Божьего. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога. Что мы возвещаем не о человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая, смотрите, духовное с духовным. Если тебе непонятно какое-то духовное явление, или духовное движение, соизмеряя это каждый раз со Священным Писанием. Аминь, да? Ну вот, раз кто тебе что-то сказал, ты говоришь, а где это написано? Это в Библии написано. Если это написано, если подтверждается двумя-тремя местами, ты говоришь, да, это все от Бога, это премудрость Божия. Если это не соответствует, это не наше. Это не соответствует Библии, это не наша мудрость, это не мудрость-будрость, это может быть какая угодно мудрость, но только не Божия. И смотрите, как написано, 15 стих, но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. И вроде бы как с каким-то надменем написано, да, вот, мы такие духовные, кто у нас вообще может судить? Ибо кто познал ум Господний, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. И вот здесь, конечно, вы знаете, могут быть такие нападки на христиан о том, что вы там что-то о себе возомнили, что вы такие супер какие-то духовные. Но когда мы просто открываем Писание, да, и говорим о том, что ну так написано, мы ничего не придумали, мы ничего не добавляем, это не наша мудрость, это не наша IQ, это Божий интеллект, это Божия премудрость. Вам надо или смириться перед ней, или отвергнуть ее, так или не так. Все, это не наша IQ, это ум Христов. И здесь уже не поспоришь. Я все-таки постараюсь сегодня не затягивать. И дальше мы можем прочитать послание Якова. Послание Якова, 4 глава. Вот уже собственно о планировании мы дошли. Так, я, по-моему, пропустил, да, я пропустил. Давайте мы немножко вернемся в послание Кремлина, 8 глава, с первого стиха. Да, точно. Здесь написаны очень важные стихи. Апостол Павел пишет в послании Кремлина, 8 глава. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон ослабленной плоти был бессилен. А, это мы уже читали, да. Тогда все правильно. Ну, еще раз подтверждение. И тогда мы переходим к посланию Якова, 4 глава. И смотрите, уже непосредственно на планирование сказано. Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год. Ну, то есть мы планируем, да, ну, целый год мы будем жить там-то, там-то. У нас все будет хорошо, мы так на это надеемся, мы просим благословение у Бога, будем торговать, будем получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живо будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. И так, кто разумеет, делает добро и не делает тому грех. То есть здесь апостол Яков, он нам показывает на самом деле добро. В чем добро? Добро в том, чтобы осознать, есть ли упование в моих планах. Как евреи говорят, если ты хочешь Бога рассмешить, расскажи ему о своих планах. Богу будет очень смешно. Если Бог тебе скажет о том, что Он запланировал для твоей жизни, тебе может стать не по себе. Потому что чуть-чуть попозже мы как раз с этим именно столкнемся. Это будет уже заключение моей сегодняшней проповеди, но это очень важно. То есть, когда мы планируем, говорим так, вот у меня есть вот такие грандиозные планы, планы Барбароссы. Я вот хочу вот в этом году, чтобы пошел какой-то мощный прорыв. А что Бог хочет для тебя, для твоей жизни в этом году? Ты задавался таким вопросом, ты спросил у Бога. И вы знаете, был такой очень гордый человек, мы все его прекрасно знаем по Библии. Это был апостол Петр, это был очень горячий такой, ревностный христианин. И вот он все рвался, он готов был свою душу за Иисуса Христа отдать, потом трижды от Него отрекся, ну там, порубал там уши, короче, там, ну, сделал очень много таких горячих таких вещей, за которые Бог его по голове не погладил, да. Но вот у них происходит в конечном итоге встреча. И вот это последнее место я хотел бы, чтобы мы вместе прочитали. Давайте мы вместе прочитаем. Это написано в Евангелие от Иоанна, в 21 главе, с 15 стиха. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, Симон Ионин. Как вы думаете, что это было? Я бы немножко так осмелился сказать, что это было тестирование. Иисус начинает задавать вопросы. И эти вопросы, они не были одинаковыми. Я уже как-то говорил эту мысль о том, что теологически вопросы были построены так, что Иисус Христос спрашивает, любишь ли ты меня своей крепостью? Любишь ли ты меня, второй вопрос, своей душой, своим разумением? И третий вопрос, самый глубокий, самый такой пронизывающий, на который апостол Петр, он смутился. Этот вопрос касался твоего сердца. Любишь ли ты меня всем своим сердцем? Я хочу сказать о том, что эти вопросы, которые задает Иисус Христос, я хотел бы, чтобы мы уже сейчас дочитали вот это место. Иисус Христос будет задавать каждому из нас. И это оправдано, потому что это Его любовь. Его любовь, которая вызывает всегда заимность. То есть, о чем я? Иисус Христос любит нас всем своим сердцем. Это безоговорочно. Иисус Христос любит нас всей своей душой, всем своим разумением. Иисус Христос любит нас всей своей крепости. Мы сегодня в Его крепости находимся. Мы тело Иисуса Христа. Аминь или не аминь? Мы церковь Его. Кто нам еще это объяснит? Библия об этом говорит. Дальше. Иисус Христос задает вопросы. Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси агнцев моих. То здесь Иисус Христос задает вопросы и потом говорит свои планы на Петра. Он не слышит. Может быть, у Петра были какие-то планы. Может быть, Петр тоже планировал. Но Иисус говорит ему свой план на его жизнь. Я хотел бы, чтобы ты пас моих овец. Еще говорит ему другой раз. Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси овец моих. И третий раз. Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр опечалился, что в третий раз просил его, любишь ли меня? И сказал ему, Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси овец моих. Истинно, истинно говорю тебе. И смотрите, что Иисус Христос говорит Петру. Когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. То есть Петр был своевольным человеком, свободолюбивым, делал все, что хотел. Никто ему не был указ, в том числе и Бог. Но когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припоясит тебя и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давай разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И сказав сие, говорит ему, иди за мной. Аминь. Смотрите, Иисус Христос проводит Петра через такой своего рода такой Божий тест. Он задает ему вопросы. Я хотел бы, чтобы мы уже посмотрели вот этот клип. Оксан, можно вот этот клип уже включить? Потому что там очень хорошо прослеживается вот эта мысль о том, что люди, перед тем, как войти в Царствие Божие, смотрят Иисус Христу в глаза, Иисус смотрит на них, и Он задает какие-то вопросы. Ну, только вот в этом клипе, который я хотел бы показать сегодня, есть одна, знаете, такая деталь, которую я бы сделал бы этот клип немножко по-другому, чтобы люди проходили сквозь Иисус Христа. Потому что Иисус, Он есть врата, да? Он есть вход. Кроме как через Иисус Христа мы не сможем войти. И перед этим надо ему посмотреть обязательно в глаза и увидеть, что это глаза преисполнены Божьей полноты, Божьей любви. Давайте мы посмотрим. Я просто буду продолжать немножко говорить. Вот здесь люди идут. Они видят Иисуса Христа. Вот эта светящаяся фигура. Это прообраз, конечно, это не сам Иисус Христос, это постановка. Иисус Христос одевает венец, человек преображается, у него новые одежды, брачные. Он смотрит в глаза Иисуса. Иисус прикасается, благословляет Его. Человек входит в Божие Царства. И другие люди тоже стали подходить. Это все духовная реальность. На самом деле так в духовном мире и происходит. Когда человек кается, он лично встречается с Иисусом Христосом. Он говорит ему да, он признается ему в любви. Он говорит ему, Иисус, я люблю Тебя всем своим счастьем, всей душой, всем разумением, потому что это Твоя первая заповедь. Я люблю ближнюю свою, как самого себя. И в этот момент человек куда-то входит. Он становится Божьим дитем, он приобретает Божью природу, которой не может отгрешить. Человек начинает мучиться, если согрешил. И Бог дает силу, чтобы превозмочь всякий грех, чтобы иметь власть над грехом, над миром, над проклятием, над болезнью, над дьяволом. Очень хорошо показано. Здесь это люди, которые уже Божьим царствуют. Давайте мы поаплодируем тем, кто поставил этот клип, потому что мне этот клип очень нравится. И он показывает нашу будущность во Христе Иисусе, наше настоящее, если мы действительно входим туда. И в конечном итоге, когда Иисус Христос придет за своими и вознесет церковь свою, именно это и будет происходить. Слава нашу Богу, я уже заканчиваю. Я хотел бы перейти к началу, к названию моей проповеди сегодня. Планирование только после тестирования. На самом деле мы столкнулись с тем, что Иисус Христос тестировал Петра. Он его просто вот так просканировал и сказал о том, что а как можно солгать Иисусу? Могли бы вы посмотреть в глаза Иисусу Христу и сказать, да, Иисус, я люблю тебя. Люблю тебя всем сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепостью своей. И я хочу сказать, если в вашей душе есть какой-то сокрытый грех, это сразу вскроется. И вам нужно тут же, пока мы на земле, мы имеем этот шанс. Там на небесах у нас уже такого шанса не будет. Вам надо просто или признаться в этом грехе, или просто оставить Иисус Христа, потому что Иисус Христос свят, и без святости никто не увидит Иисус Христа. Это да и аминь. Я хотел бы перейти к названию, потому что название проповеди сегодня планирование только после тестирования. Что Бог сделал с Петром? Он просто дал ему свой Божий план. Он сказал, Петр, будет вот так и вот так. Ты слышишь меня? Тебе надо или согласиться с этим, или не согласиться. Аминь или аминь. Что сказал Иисус Христос? Когда ты молодой был, да, горячий, кровь такая, бурлил у тебя, ты делал, что хотел, но придет время, когда ты состаришься, и поведут тебя туда, куда ты не хочешь. Я хотел бы, я делился, вот на самом деле, когда мы ездили на Помпорово, я немножко делился своими такими размышлениями о том, что жизнь христианина, она вот в этом и состоит. Когда человек уверовал, да, он или плоский, или духовный, это вот какие-то метания бесконечные. То есть духовный может мгновенно стать плоским, плоский может стать мгновенно духовным. Это все зависит от того, чем ты живешь. Или ты ходишь по духу, двигаешься духом святым, побараешь каждый раз свои плоские какие-то помыслы, да, побеждаешь буквально. Если мы написано делами духовными, побеждаем дела плоские, умерщвляем их буквально. И как бы это трудно не было, продолжаем жить духовной жизнью. То мы возрастаем в духе, у нас приходит, знаете, вот просто вот какая-то такая действительно победа в этом отношении. И тогда в нашей жизни приходит Божий план. Бог может тебе что-то проговорить, как Петру. Петру он сказал о том, что поведу тебя туда, куда ты не хочешь. Я хочу сказать о том, что я не верю в Евангелие процветания здесь на земле. Ну, просто когда какой-то проповедник говорит о том, что все у вас будет хорошо, вы все будете богаты, никогда не будете болеть и так далее и тому подобное. Я в это не верю, потому что это, как по-болгарски, это пресбуритет, да, или пресвиритет, это определенное такое Евангелие, которое, ну, является как бы своего рода заманиванием людей в нашу церковь, о том, что вот придите в нашу церковь и все у вас будет просто прекрасно. Но это не так, потому что основная масса учеников Иисуса Христа, они все плохо закончили на этой земле, они практически все погибли. И они говорят о том, что все вы погибнете, да. Но Библия говорит, что все желающие жить благочестиво будут гонимы за имя мое, сказал Иисус Христос. Аминь или не аминь. И я хочу сказать о том, что духовная жизнь, она непроста, но обещание, то, что нас ждет на небесах, там на небесах это да. Если бы здесь на земле все было хорошо, у нас бы не было желания даже туда двигаться. У нас здесь все прекрасно, все хорошо, да. Зачем нам небо? Но мы понимаем о том, что здесь на земле, пока мы живем, все несовершенно. Аминь или не аминь. А там на небесах, там будет все по-другому. Там уже слез не будет, Иисус Христос обещал. Болезни уже не будет, проклятия уже не будет, смерти уже не будет. Слышите меня? Горя уже не будет. Аллилуйя. И это да и аминь. Я в это абсолютно верю. У меня нет вообще никаких сомнений. И вот когда я прохожу через вот этот взгляд, да, посмотри в свое сердце и скажи себе честно, смог бы я сегодня вот так посмотреть в глаза Иисусу и сказать ему, Иисус, прямо в глаза. Иисус, я люблю тебя всем сердцем. Ты знаешь, тебе я не смогу соврать, солгать, потому что ты видишь мое сердце. Я люблю тебя всем разумом, всей душой, всем разумением, всей крепостью своей. Смог бы ты так сказать? Вот это и есть тестирование. Когда Петр все эти слова произнес, он прошел тест, да, Иисус Христос, хорошо, тогда что? Иди за мной. Слышите меня? Это Божий план. Иисус Христос бы хотел, чтобы мы сегодня двигались только за кем? Только за Ним. Не за человеком, не за движением, не за какой-то церкви. Иисус Христос, желание Его, страстное желание, чтобы каждый из нас двигался лично за Иисусом. Любил лично Иисуса, общался лично с Иисусом Христом. Не через человека, не через пастыря, не через молитвенника, не через прославителя, а лично с Иисусом. Это желание Иисуса Христа. Тогда в твою жизнь приходит Божий план, и он исполняется. Не твоей силой, не твоим разумом, не твоей мудростью, он исполняется Божьей силой и его Божьей премудростью, потому что он есть сама любовь. Это превозмогающее вообще разумение человеческая, любовь Христова, когда мы имеем веру в действующую любовь. И эта любовь, она все поборает. Что-то я не прочитал сегодня, да? Так, сейчас я все-таки, так, что-то я пропустил. Я пропустил послание к римлянам. Все-таки мы вернемся, это уже будет заключение точно. Там в самом конце, 8 глава, и мы будем заканчивать. Да, все правильно. 8 глава с 34 стиха. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одеснует Бога, он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя мы решили от нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, апостол Павел пишет, я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, можете себе представить, ангелы нас могут, ну, в последние времена дьявол будет являться написан в виде ангела света. И он попытается нас каким-то образом обмануть. Но у него ничего не получится, если ты лично знаешь Иисус Христа. Ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь, то есть творение, не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашему. Аминь. Ничто не может. Если ты действительно познал Иисус Христа, если ты прошел его тест, Иисус сегодня задает тебе вопрос, да, потом Бог тебе договорит такой план. Заботься. Паси агнцев моих. То есть на современном языке это буквально может прозвучать так. Заботься об овцев моего загона. Или заботься о тех, кто встадет, кто в церкви, кто в церкви Божией, о тех, кто рождены свыше, о тех, кто принадлежат Иисус Христу, о тех, кто, может быть, только подходит. Вот это Божий план, это Божье желание. Аминь. И это очень важно. И все остальное, да, вот, все наши планы какие-то, они просто, они меркнут по сравнению с Божьими планами. Аминь или аминь. Ну, ты просто начинаешь понимать о том, что, ну, я там что-то хотел, да, там, ну, машину обновить, там, ну, там, домик может где-то прикупить. Ну, это смешно, поверьте мне. Ну, по сравнению с Божьими желаниями, да, с Его приоритетами, то, что мы желаем. Ну, я хочу ободрить вас о том, что на самом деле, ну, может быть, Петр когда-нибудь так хотел, так, чесал, там, голову и говорю, ну, мне бы хотелось, Господи, ну, вот, своей женой бы, там, по миру поездить, посмотреть, там, в Рим как-нибудь, просто, а Бог ему свой план говорит. Но Бог видит наши сердца. По мере того, как апостол Петр, он двигался в Боге, возрастал, вы знаете, Бог исполнил все его желания, даже человеческие. То есть, апостол Петр в прошлом обыкновенный рыбак стал известной личностью, которая объехала довольно значительную часть того древнего мира, и он имел привилегию, Библия говорит об этом, он ездил, проповедовал вместе со своей супругой. То есть, его человеческое желание, ну, может быть, он даже об этом и не мечтал, но оно исполнилось. Он был и там, и там, и дошел до самого Рима, где он, к сожалению, закончил свою жизнь, его там распяли вниз головой, но он ездил со своей супругой, и какое-то время на этой земле он имел какое-то вот счастье. Ну, по сравнению с тем счастье, которое мы будем иметь там на небесах, это абсолютный прах. Я уже заканчиваю. Спасибо большое за внимание. Я чувствую, что это слово очень важно, и я молюсь, я буду молиться за то, чтобы оно хорошо село на плодородную, благодатную почву, чтобы оно в свое время принесло такой хороший, обильный плод. Моя тема сегодня была о том, как планировать. Нужно ли планировать? Планировать нужно. Угодно. Но основная моя мысль заключает в том, что если Господу будет угодно, да, и жив буду, то сделаю то и то. Аминь или не аминь? А если не угодно, то и не надо. И пусть в моем сердце продолжается счастье, радость и мир. Аллилуйя. Спасибо тебе. Давайте мы склоним наши сердца перед Богом. Аллилуйя. Спасибо тебе, Иисус. Я благодарю тебя за твое святое слово, пророческое слово, священное писание, которое оно обогащает, оно очищает, оно обличает, оно возвышает нас, Господь, очень. Делает нас непоколебимыми. Дай, Господь, если кто-то, Господь, может быть, первый раз пришел, может быть, кто-то слушает первый раз Евангелие через телевидение, через интернет, дай ему просто прямо сейчас просто родиться свыше, получить рождение от Духа Святого и начать соизмерять духовное с духовным, чтобы у него открылись духовные глаза, чтобы он открылся Священное Писание и все понял, потому что ты, Иисус Христос, лично будешь ему открывать. Помоги, Господь, если кто-то плоский, Господь, и видишь, что каждый раз он борется и каждый раз плоть превозмогает и побеждает, и каждый раз страсть какая-то, каждый раз похоть, каждый раз какая-то зависимость. Помоги этому человеку просто познать тебя лично и просто все превозможь твоей силой, силой возлюбившего нас, Иисуса Христа, начать жить не по плоти, но начать жить по духу. Научи нас, Господь, начав доброе дело в духе, заканчивать это также Духом Святым, Господь, не своим Духом, но Духом Божиим, чтобы нам, Господь, все претерпевший, устоять, дойти до конца и получить вот этот Божий венец из твоих рук, Иисус Христос, Божий венец славы твоей, дай нам тебя знать лично, благослови наши планы, сокрытые планы, Господь, для тебя они не сокрыты, Господь, очень, даже если они где-то, может быть, человеческий, Господь, ты все видишь и ты все знаешь, и ты исполняешь желание праведного человека, праведного человека это того, который уповает действительно на тебя, который возлюбил тебя всем своим сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепостью своей, во имя Иисуса Христа мы молились, церковь Божия скажет, аминь, будьте благословенны.